Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и сайт Фокусы от Моряка. В этом видео мы будем с вами разбирать очередную колоду от Bicycle. Я говорю вам о колоде Bicycle Zombie. Прежде чем мы начнем обзор этой колоды, я хочу отдельно поблагодарить магазин Cardition.ru за то, что предоставили эту колоду для обзора. Ссылку на эту колоду в магазине Cardition, ну и в остальных проверенных магазинах, я оставлю в описании к этому ролику. Итак, давайте смотреть. Ну что же, друзья, хочу спросить вас сразу, вы боитесь нападений зомби? Вот в Америке, например, выработана целая программа для защиты населения от нападения зомби. Возможно, эта колода является одним из элементов этой программы. Ну что же, давайте присмотримся к этой прикольной колоде. Очень забавно прорисованы здесь зомбаки. Итак, что мы видим первым делом? Ну, первым делом, конечно, надпись Bicycle. Надпись Zombie Free Science 1885. И как бы само название этой колоды Zombie Playing Cards. И здесь нарисован No Zombie, который стоит возле какой-то потрескавшейся стены, заляпанной чем-то. Здесь такая у нас надпись Do you want to survive? То есть, хочешь ли ты выжить? Хочешь ли ты спастись? Здесь Made in USA и Scary Cache and Finish. То есть, покрытие этих карт. Здесь вот сзади у нас прорисована такая рука, которая здесь что-то у нас царапает. Надпись Zombie You want to eat? То есть, зомби, что-то... Хочешь ли ты есть или что-то такое? И здесь вот снизу надпись такая Contain Zombie, то есть, содержит зомби. Card Cards, то есть, судебные карты. And 52 Fun Tips on Sorrowing и Zombie Attack. То есть, 52 веселых советов при нападении зомби. Как выжить при нападении зомби. Что же, давайте откроем. Здесь у нас надпись Standard Size и Zombie Face. Я сначала прочел Standard Face, думаю, да какой же там Standard Face, там зомбаки одни. Окей, ладно, открываем нашу крышку. Ну, здесь, как обычно, предостережение, да, что все логотипы, дизайны и торговые... Все, 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 что здесь нарисовано является торговой маркой компании United States Playing Card Company. Окей, давайте достанем наших зомбаков. И посмотрим, что они себя представляют. А представляют они, все карты, прорисованы таким образом, что на старших картах нарисованы зомби. И посередине идет такая красная полоса, где написан какой-нибудь совет. Как раз это вот речь идет, как вот здесь написано, 52 веселых совета, как выжить при нападении зомби. И вот как раз здесь эти советы и идут. Вот, например, на Крестовом Короле написано. We want your brain. То есть, они хотят ваш мозг. Zombies aren't looking for hacks. То есть, они не хотят обниматься. То есть, знайте, что если на вас идет зомби и вытянул руки, то он не хочет вас обнять. Он хочет высосать ваши мозги. И так вот, на каждой карте даны вот такие вот советы. То есть, зомби выживает. Это не марафон, это спринт. Ну, в общем, если вы хорошо владеете английским, то я думаю, будет вам забавно почитать все эти надписи. Давайте начнем с рубашки. Посмотрим на рубашку. Рубашка у нас выполнена вот таким вот цветом. Здесь вот такой король, который обычно ездит на велике, но здесь он у нас уже зомбак. Он такой выползает, там откуда-то из могилы лезет. Здесь такие красные контуры и такие руки зомбаков. У нас, кстати, рекламная карта. Куда же без них, да? Вторая рекламная карта. Вот таким вот образом выглядят джокеры в этой колоде. То есть, этот самый король, который вот на рубашке здесь лезет, то же самое изображено на джокерах. То есть, этот король вывозит из могилы, хочет чьих-то мозгов попробовать. Ну, а остальные карты у нас изображены вот в виде вот этих вот зомби и даны вот эти различные веселые советы. То есть, вот так вот у нас выглядит король, дама, валет. То есть, на обычных картах у нас никто не нарисован. Ну, далее. Ну, здесь король. Что-то нету жалости. Вот так вот у нас выглядят червовые старшие карты. Обратите внимание, на каждой карте дан какой-то совет. Ну, попозже я, наверное, сяду и переведу их все просто самому интересно. Да, каждая карта, кстати, изображена на... Как будто бы вот на каком-то лопнутой поверхности, обратите внимание. То есть, как будто какая-то стена. То есть, непростой белый фон, как на обычных картах. Кругом-кругом зомби. Вот этот вот зомби у нас нарисован на коробке. Да, как мы помним. Тот же самый чувак. И так вот у нас все здесь выглядит. В общем, друзья, если вы боитесь нападений зомби, если вы думаете, что они когда-нибудь набросятся на вас, то советую купить вам эту колоду, потому что в ней содержатся все инструкции по выживанию. Покрытие хорошее. Скользят карты хорошо. Веерятся хорошо, легко. Что в руках, что в одной. Лента также раскладывается изумительно. Можно ее взять также, переворачивать. Здесь такая получается одна сплошная полоса, как будто это зомби процарапал всю колоду. В общем, друзья, моя такая вот необычная колода. Если кому-то нравится, то ради бога покупайте. Потому что тематика зомби – это очень популярная тематика, много снято фильмов. Да и колод, если честно, у байсиклов на тему зомби существует не только одна эта, есть еще колоды. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть на такую прикольную прорисованную мультяшную колоду, которая называется «Байсикл зомби». На связи с вами был Куликов Сергей, он же «Моряк». И до встречи в следующих видео. Пока.